Дорогие братья и сестры, приветствую вас! Мы снимаем очередной выпуск новостей нашего прихода. Сейчас идет Страстная Седмица. Сегодня Великий Четверг. Мы только что совершили Божественную Литургию, посвященную воспоминанию Тайной Вечери, когда Господь установил Таинство Евхаристии, причастие тела и крови Христова. В эти дни Господь нас призывает быть с Ним. Послушаем слова, которые сказал Господь Своим ученикам в Гексиманском саду. «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мной». Вот эти слова давайте отнесем к себе, чтобы нам быть со Христом, чтобы нам прийти не только на Пасху, когда будет радость, когда будет веселье, когда мы будем петь Христос Воскресе, но и чтобы мы были со Своим Спасителем в дни Страстной Седмицы, когда Он страдает, когда Он нас освобождает от мучений и греха. Быть просто с Ним, находиться рядом, чтобы обнимать тайны спасения рода человеческого. Тогда наша радость на Пасху будет глубже. Она будет по-настоящему очень высокой, радостной. В нашем храме сегодня, в четверг вечера, будет совершаться богослужение с чтением 12 Страстных Евангелий, которые посвящены воспоминанию Страстей Христова. Мы будем совершать чтение этих Евангелий перед распятием Господа Иисуса Христа. Завтра в Пятницу, Великую Пятницу, Великий Пяток, мы вспоминаем, как распяли Господа. И утром будут совершены царские часы, опять же перед распятием Господа. А затем в 3 часа дня будет совершено богослужение, на котором мы снимем тело Спасителя с креста, положим его в огроб и будет вынесена для поклонения Святая Плащаница. Начиная с четверга уже прекращаются земные поклоны. Но именно перед Святой Плащаницей мы делаем земные поклоны. Поэтому всех вас приглашаем на богослужение, особенно на вынес Святой Плащаницы. И затем последует мы утреннее, светлое утреннее, которое завершится крестным ходом. К сожалению, пока у нас нет своего храма, и мы не можем совершить этот крестный ход торжественно, как полагается, мы совершим его внутри храма. И совершив погребение тела Спасителя, положим его в огроб и будем ожидать воскресения из мертвых. В субботу вечерняя, с праздной, с Божественной Литургией утром, и после утренней службы в субботу будет освящение куличей. Хочу сказать особо, что храм в субботу будет открыт весь день с утра, с начала богослужения, до утренней службы, до окончания уже пасхальной утренней службы, в ночь на воскресенье 1 мая. Смотрите внимательно расписание богослужения на нашем сайте, там обновленная информация находится, вот эту информацию нужно следовать, если вы хотите прийти в храм, когда у вас есть время. К сожалению, я говорил об этом ранее, что мы хотели послужить на участке строительства храма, и сделали заявку городским властям об этом, но городские власти решили быть очень бдительными, поскольку еще стройка не закончена, есть опасность для здоровья людей, тем более богослужения ночью, поэтому нам не разрешили совершать богослужения с таким большим количеством людей. Тем более это ночное богослужение, мы приняли это смиренно, все, что Господь делает к лучшему, тем более мы видим, какова погода сейчас на улице и холодно, особенно ночью, дождь, поскольку храм еще не отапливан, в нем нет света, окна открыты, то, конечно, служить в таком храме пока еще рано. Поэтому мы будем совершать все богослужения здесь, по адресу 44 Рюда Нидерпро, где находится наш нынешний храм. Божие благословения, да пребывайте со всеми нами, Господь подаст нам сил, крепости в эти дни, чтобы нам встретить радостно Пасху Христову. Редактор субтитров А.Семкин